Казахстанцы будут платить налог за сбор грибов и ягод, сообщили в Комитете государственных доходов страны. Подобная пошлина уже и так существует, однако распространяется она только на особо охраняемые зоны и заповедники. Теперь же за сорванное декорастущее растение придется платить на всей территории страны. Закон вступит в силу уже с начала следующего года. Собирать опята, рыжики, сморчки и другие сорта грибов со следующего года бесплатно уже не получится. Для талдыкурганца Михаила Величко это неожиданная новость. Ведь с приходом весны одно из любимых занятий горожанина это поход за грибами. Любим с сыном поехать, с семьей часто бывать. Соберемся на природу, поедешь отдыхать, хоп смотришь, грибы есть. Грибы соберешь, интересно, дома пожарить свежечка тоже интересно. Ну а по такому вопросу, что вот хотят сделать платным сбор грибов, ну честно говоря, мне это не по душе. Потому что, ну, во-первых, грибники, они урона не приносят грибам. Грибник, он гриб сорвал, грибница от этого не портится. На следующий год он все равно гриб опять полезет оттуда. Здесь ущерба в природе нету, и поэтому, я думаю, это глупо запрещать. Или платно как-то это проводить для народа. Однако на всех собирателей грибов, ягод и трав новый налог распространяться не будет, дали разъяснения в Министерстве финансов. По словам представителя ведомства, платить должны будут предприниматели, которые используют собранное в коммерческих целях. Раньше сбор был, так скажем, распространялся только на территории особо охраняемых зон, это особые, да, парки, заповедники и так далее. А сейчас повсеместно. Это во-первых. Во-вторых, речь не идет о простых гражданах, то есть о нас с вами, да. Речь идет о предпринимателе, которые поставили на поток и собираются там изготавливать лекарственные препараты, либо там для коммерческой цели их использовать. На сегодняшний день в государственных лесных фондах страны одному человеку разрешается бесплатно собрать до трех килограммов грибов. В случае превышения лимита за каждый лишний килограмм доплачивается по сто тенге. Налог оплачивается в государственную казну через электронный портал ЕГОВ. Край ЖТСУ богат разновидностями съедобных грибов. Ядовитые сорта практически не встречаются. А пока новый закон не вступил в силу, предприимчивые любители лесных даров наверняка уже приступили к заготовке припасов. Ведь до начала действия нового закона остается чуть больше полугода. Напомним, вышеупомянутый налог будет утвержден уже 1 января 2024 года. Эльвир Аликерова, Нуржан Касабулатов, Жай Курманбаев, телеканал ЖТСУ.